ну что друзья всем доброго времени суток добро пожаловать под парашют и сегодня в нашем эксклюзивном подкасте Эльдар Абитов человек который занимается психолого лингвистической экспертизой текстов психолого лингвистической экспертизы постов в социальных сетях ну и вообще всего того что происходит в интернете Эльдар Равилевич Абитов клинический психолог кандидат психологических наук доцент кафедры клинической психологии и психологии личности института психологии образования Казанского федерального университета исследователь своей верности и совладания со стрессом. Автор более 150 научных публикаций. Старший государственный судебный эксперт Средневолгского регионального центра судебной экспертизы Минюста России. Член Федерации психологов-консультантов России. Ну и добрый день. И для начала, наверное, первый вопрос. Что вот такое все-таки психолого-лингвистический экспертиз? Давайте зайдем с этого. Дадим пояснение нашим зрителям. Добрый день, Александр. Добрый день, слушатели, зрители. Психолого-лингвистическая судебная, я бы здесь уточнил, судебная психолого-лингвистическая экспертиза направлена на то, чтобы помогать органам следствия, суду, собирать информацию, необходимую для проведения следственных действий и для доказывания различных обстоятельств по уголовным делам. Объектами исследования являются различные посты, тексты, поскольку сама формулировка психолого-лингвистическая экспертиза именно об этом говорит. А как можно текст анализировать именно с точки зрения психологии? Вот лингвистический анализ мне понятен, да, человек, который там долгое время учился на журналист, может считать смежнофилолога, да, все равно так или иначе понимаю, что такое текстология и так далее. А вот с точки зрения именно психологии? С точки зрения психологии в тексте анализируется наличие информации о каком-либо конфликте, например, да, поскольку все статьи Уголовного кодекса, связанные с экстремистскими действиями, например, касаются конфликтных отношений между какими-либо группами лиц. Да, значит, вот психолог анализирует, есть ли указания на какой-либо конфликт, явные или скрытые, есть ли указания на группы, участвующие в этом конфликте, указания, например, на свою группу, выделение ее, ну, в кавычках свою, да, значит, указания на чужую группу, группу, противостоящую нам, там, своей группе. Дальше, есть ли указания описанием или, может быть, с помощью каких-то изобразительных средств, значит, указания на то, как должен решаться этот конфликт, выражение отношения какого-то к этому конфликту или к противоположной группе, и направлен ли, соответственно, этот пост, текст в широком смысле, да, не обязательно только, значит, словесный текст, это может быть и, значит, такая комбинированная информация, да, изображение плюс словесная часть, на формирование каких-либо, значит, эмоций, чувств, отношений по отношению к этой группе, и направлен ли он на формирование готовности к совершению каких-либо действий. И вот как раз отсюда логично вытекает следующий вопрос, потому что частично уже затронули эту тему, а исследуется ли вот эта вот корреляция, вот эта комплексность, как раз-таки, допустим, текстовое сообщение, к которому прикреплена картинка, либо видеоролик, либо музыкальное сопровождение, поскольку, ну, прекрасно понимаем, живем в эпоху соцсетей, и в интернете давным-давно это можно делать, то есть никто просто так не комментирует, обычно что-то прикрепляет. Да. Объектами исследования могут быть очень разные такие тексты, это может быть публикация на собственной странице, например, или это может быть комментарий к чужой публикации, в том числе и, например, к какому-нибудь видеоролику. Конечно, исследуется и информационный повод, так называемый, да, то есть ролик, или публикация непосредственно, и комментарий, значит, исследуется на предмет вообще соответствия между тем, что выражает комментатор, и между тем, что указано в этом ролике. Ролик может, например, указывать на то, что есть какие-либо группы лиц, да, то есть, ну, там, драка между какими-либо группами лиц, да, в ролике, никак не откомментированная. Вот, а, значит, комментатор указывает, что, значит, одни хорошие, другие плохие, и бей плохих. Вот, ну, конечно, исследуется как видеоролик, так и комментарий. А в каких вот вообще случаях появляется необходимость проведения подобной экспертизы? Вот, и как вообще работает эта механика? Откуда идет запрос? Откуда исходит? Откуда ноги растут у подобного? В Уголовном кодексе есть целый ряд статей, значит, статьи, ну, условно-экстремистские, да, то есть статьи, направленные на борьбу с, значит, экстремизмом. В частности, 205-я статья, вот, 282-я статья, соответственно, значит, по этим статьям инициируются, значит, либо проверки, да, их проводят по заявлениям граждан, например, следственные органы, следователи, либо инициируются уже уголовные дела, которые, собственно говоря, тоже ведут следователи, и если для следователя не очевидно, значит, о чем именно идет речь, что за группы имеются в виду, побуждают или нет каким-либо действием автор против группы, значит, и для этого требуются специальные знания, вот, в области лингвистики и психологии, то назначается психолог-лингвистическая экспертиза. Инициаторами их, значит, назначением таких экспертиз обычно являются следователи, в ряде случаев дознаватели, это сотрудники ЧТМБД, и бывают случаи, когда инициаторами бывают судьи, хотя это происходит реже. Ну и все равно дальше, наверное, немножко вопрос такой из внутренней кухни. Вот провели вы эту экспертизу совместно с лингвистами, и куда потом отправляются ее результаты? Как вообще это работает дальше, на дальнейшем этапе? Результатом проведения исследования психологического и лингвистического оформляется заключение, вот, делается единое заключение, где есть исследование лингвиста, исследование психолога, синтезирующая часть, где мы собираем всю информацию, которую, значит, то, что проанализировали лингвисты, психолог. Далее делаются выводы. Выводы делаются в виде ответов на вопросы, поставленные следователем. После этого заключение отправляется заказчику, то есть следователю, либо дознавателю или судье. По поводу так называемого термина указания, то есть что это такое? Это, грубо говоря, инструкция к действию, иди и делай, или это тоже как-то документально закреплено? Есть ли какой-то регламент в этом плане? То есть с чего формируется указание? Указание – это, конечно, такое общее слово, которое я использовал для того, чтобы обобщить очень много разных вариантов, которые мы можем встретить в интернете. Есть методика, в Министерстве юстиции, например, есть ведомственная методика, есть другие методики, которыми пользуются лингвисты и психологи. Для того, чтобы определить, в каком случае мы имеем дело с, например, выражением враждебного отношения и побуждением к каким-либо действиям, в каком случае – нет. То есть там в этой методичке есть так называемые диагностические комплексы – это такие образцы, на которые, собственно говоря, эксперты могут ориентироваться. Это образец, трафарет, который как раз показывает, в каком случае указание есть, в каком нет. Но если немножко подетальнее рассказать, то указания могут быть и прямые, но бей или уничтожай. Могут быть, конечно, иначе представлены, но, например, в производстве была экспертиза, где был видеофильм, причем очень качественно сделанный. Там явно была приложена рука ИГИЛ на русском языке, ролик с массой отсылок к Корану, читались суры из Корана. Все это, конечно, было ориентировано на мусульман, причем в заглавии фигурировал Кавказ, то есть явно в качестве адресата выступали мусульмане Кавказа. И в нем речь шла о том, что нужно прекратить быть пассивными, помогать своим братьям из ИГИЛ, которые на территории Сирии воюют. И, в частности, указывалось, что твердая рука, еще что-то могут здесь быть хорошим подспорьем. И вот, когда говорилось о твердой руке, например, меткий глаз, и параллельно шел видеоряд, например, с подготовкой к выстрелу и выстрелом из снайперской винтовки, или подготовкой взрывчатки. Ну, это тоже указание на то, что нужно делать. Хотя прямо в ролике об этом не говорится. Нет слов о том, что вы должны именно это сделать. Это тоже указание. Ну, и в основном, все-таки, следователи интересуют именно такие материалы, хотя бывают и достаточно, вроде бы, такие банальные вещи. Следователи тоже стараются как-то нас вовлекать в работу, дать нам побольше работы. И, вроде бы, бывают очевидные материалы, но они присылают, поскольку они не обладают знаниями в области лингвистики. Нам надо расшифровать, что это за слово, какой-нибудь негативная номинация, обзывательство. И надо расшифровать, о чем же именно идет речь. Пусть это даже лозунг короткий. Но обычно интереснее все-таки им, наверное, самим бывает понять, что же скрыто в таком видеоролике. Изначально вы психолог. А как так получилось, что стали экспертом? Тоже внезапно заинтересовались, увидев что-то в интернете, и поняли, это мое, я хочу в этом разбираться? Или какая-то другая история? Нет, это была такая, наверное, нетривиальная история, достаточно затейливая. Потому что я действительно никогда не собирался экспертизой судебной заниматься с тех пор, как изучал психологию. Работал в ВУЗе, работал в НИИ. Но когда я только заканчивал школу, у меня было два основных варианта, куда я хотел поступить. Это был либо юрфак, либо факультет психологии. Так получилось, я очень рад, что именно так все вышло. Я стал психологом, но, видимо, интерес все-таки к юридической деятельности, особенно, конечно, к уголовным делам. Он так вот степлился во мне, так все-таки где-то фоном присутствовал. А потом в соцсети, кстати говоря, я увидел информацию от своей хорошей знакомой. Интересная работа, не очень высокооплачиваемая, это правда, как было, да, сейчас вроде бы, как лучше с этим стало. Но интересная и такая необычная. И я действительно туда пошел, прошел собеседование с руководителем центра. И вот я остался там, 10 лет уже там работаю. А что сложнее, работать вот именно с такой текстологией, когда ты не видишь своего собеседника или непосредственно с людьми? Я так понимаю, все равно, потому что пообщаться лично тоже успели с большим количеством людей. Вы знаете, и то, и другое сложно по-своему. Вот с одной стороны, в анализе текстов, например, мне всегда было интересно, когда это какие-то такие нетривиальные задачи. То есть новые экспертные задачи. Сталкивался с видеозаписью, например, выезд сотрудников полиции. И так получается, что там же происходит убийство. На этом месте. Прямо вот на камеру это все происходит. И совершенно новая для нас ситуация была. Такие видео мы никогда не анализировали. Естественно, никакого экстремизма там нет. Но следователи были очень заинтересованы в том, чтобы какую-то экспертизу провести. Говорили, нам хоть что-то нужно, какую-то информацию получить. Мы попытались им помочь. Вот такие случаи, они меня всегда интересовали и волновали. А минус, например, в том, что достаточно много рутины. Часто следователи действительно присылают посты, которые, в общем-то, они похожи друг на друга. Вот очень привычные. И уже глаз начинает замыливаться. Это уже такая конвейерная работа получается. Случай с людьми, конечно, это очень волнительная история. Все люди очень разные. А здесь все усложняется тем, что подэкспертный, вообще говоря, часто хочет, чтобы заключение пришло к определенным выводам. Чтобы эксперт пришел к определенным выводам. И вот соблюсти этику, с одной стороны, все-таки проявлять уважение к этому человеку, действовать с этим уважением. Но работать для того, чтобы установить истину, это довольно сложно. Наверное, еще потому, что психологов учат все-таки помогать другим людям и быть полностью на их стороне. Устанавливать истину, это немножко другая задача. Ну, давайте перейдем, наверное, к такому большому, непаханному, что называется, поле. И это социальные сети. Социальные сети – основная, наверное, кладезь, основной ваш хлеб, действительно, где все происходит непосредственно. Ну, и начнем, наверное, с того, что достаточно популярным стал такой вид мошенничества в социальных сетях, когда взламывается страничка, вымогают деньги. Приходилось ли анализировать вот подобное? Или как-то мимо вас прошло? Подобное анализировать не приходилось. Но были экспертизы по делам о мошенничестве. Статья уголовная, да, по делам о мошенничестве есть. И там речь шла, например, о псевдомедицинских центрах. Где предлагаются услуги, которые выдаются за медицинские. Используется слово «лечение», определенные алгоритмы, скрипты их называют. Люди, которые все это организуют. Используются вот такие вот скрипты для обучения сотрудников. Центр собирает себе пациентов якобы. Как правило, это люди пожилые, какие-то хронические заболевания имеющие, вообще заинтересованные в том, чтобы пройти обследование, полечиться. А дайте угадаю, там еще есть слово «бесплатно», которое отцепляет. Да-да-да, конечно, конечно. Обычно приглашают на бесплатный осмотр и диагностику. А заканчивается все заключением договора кредитного на круглую сумму. Это десятки или сотни, может быть, больше тысяч рублей. Штука в том, что по лицензии, выданной этой организации, она может оказывать не медицинские, а косметологические услуги. И медицинские у нее вообще не прописаны в лицензии. И в этом случае, например, нас спрашивали о том, оказывается ли психологическое воздействие на приглашенных людей, пациентов. Какие приемы воздействия используются. Вот такое было. Обещал такую детальку. Да, интересно, мякотку, мякотку давайте этой ситуации. Так вот, представьте себе, часть этого алгоритма для сотрудника, он должен эти действия выполнить. Он экскурсии устраивает, водит пациента по центру. Центр достаточно большой, разные кабинеты, люди сидят в белых халатах. Что уже нас наталкивает на мысль, что создается такая атмосфера медицинского учреждения. Как выяснилось, ни у кого из них медицинского образования нет. У тех, кто в белых халатах там сидит. Ну ладно. Водит-водит по центру. Говорит, вот здесь у нас специалисты наши. А потом он подводит его к такому барьеру. И на расстоянии нескольких метров, достаточно далеко, за этим барьером на стене развешены сертификаты, различные документы. И, значит, вот провожатый показывает. Вот видите, у нас доктора все повышают регулярно квалификацию свою. Значит, они у нас очень хорошие специалисты. Видите, сколько различных у них дипломов, удостоверений. Вот здесь вас спрошу. Смотрите, я вам только скажу, что на самом деле документы настоящие. Документы висят настоящие на стенах. Вот как вы думаете, в чем подвох? Ну, наверняка эти грамоты посвящены чему-то другому. То есть не повышение квалификации, а, грубо говоря, грамота русских медвежонок за третий класс. Ну, очень нутрировано. Вы правы. Очень похоже эти удостоверения о прохождении повышения квалификации по ногтевому сервису, например. Разглядеть это очень трудно с большого расстояния, но смотрится внушительно. Понимаете, вот такая вот фишка. Ну, понятно, условную там Ларису, которую представляют как хирурга, а по документам она прошла обучение недавно на наращивание ресниц. Все верно. Максимально нутрировано. Все верно. А вот подобная ситуация, смотрите, достаточно тоже популярная схема околомошенническая в автосалонах. Давайте сейчас про это поговорим, раз уж затронули медицинские центры, тоже достаточно популярный момент. Человек звонит по телефону, ему называют одну стоимость автомобиля. Когда он приезжает, ему говорят, естественно, слушай, такого автомобиля нет в наличии. Давайте сейчас вот посмотрим, покажем вам. И в итоге вот подобными же методами воздействия душный автосалон, играет громкая музыка, ты нигде не можешь сосредоточиться, нигде не можешь найти себе уединение. В конечном счете человек подписывает договор, ехал он за одной машиной там за 500 тысяч рублей, а в итоге выехал на другой за 3 миллиона. Вот подобного тоже в практике не было. Не обращались с таким? Вот подобного, именно подобного не было, но схема, в общем-то, отработана давно. Да, и вот эти приемы, которые вы описываете, они абсолютно такие человеческие, понятные даже, да, не профессионал. Здесь, наверное, важнее просто исследовать весь комплекс этих приемов и понять, как они могут влиять на человека. Ну и по возможности описать их научным языком, да, как вот механизмы психологические их действия. С таким не сталкивались, но сталкивались, например, с пирамидой, вот, где одной из аманух, одной из приманок было то, что можно купить машину, вложив деньги в эту пирамиду за полцены. За 50 процентов. За полцены. Тоже достаточно популярная, на самом деле, схема, не знаю, можем ли мы использовать слово развода, схема обмана, скажем так, более культурно. Смотрите, есть такое понятие в социальных сетях, как так называемый лом, лидер общественного мнения. Вот, во-первых, приходилось ли анализировать какого-то лидера общественного мнения, да, можно без имен, просто интересно. Ну и действительно ли лидер общественного мнения, человек с большим количеством подписчиков, какая-то, возможно, звезда, либо звездочка, имеет больший вес в воздействии на какого-то определенного человека? То есть, не на большую аудиторию, а конкретно я, увидевший пост какого-то известного человека, и я, увидевший коммент какого-то обычного человека. В экспертной деятельности обычно не дифференцируются авторы более известные, менее известные, да, нам важно, какие установки там выражены в этом тексте, что он пытался донести до аудитории, и в последнюю очередь только кто он, да, и насколько он известен. По крайней мере, я не знаю, насколько авторитетными эти люди являются, например, в своем кругу. Есть круги, ну, например, там, сообщества правых радикалов, достаточно часто попадают нам материалы из таких сообществ, и мы не анализируем личность, да, и, значит, у меня нет информации о том, является ли он лидером какой-то ячейки, а может быть, он вообще, значит, очень крупная фигура. Такие люди периодически используют авторитет тех, кто действительно известен. Ну, вот господин Марцинкевич, например, покойный, значит, он в право-радикальных кругах был известен очень, да, и даже за пределами их. То есть вот я, например, в этом смысле обыватель, специально ничего такого не узнавал, не анализировал, но это на слуху. Ну, Тесака, я думаю, многие все равно так или иначе знают, да. Да, анимум, по крайней мере, анимум. И мы можем увидеть, например, материал, где, значит, автор, среди прочего, фото, значит, Марцинкевича публикует. Фото Марцинкевича среди прочих материалов. Ну, указывая на какое-то свое уважение к нему, по-видимому, да, и на солидаризацию с его действием. То есть подобное тоже является каким-то определенным, в кавычках скажем, экстремистским маркером таким? Ну, скажем, не сам по себе этот материал, не фото Марцинкевича, да. Ну, то, что оно вкупе идет. То, что оно вкупе идет, например, с некоторым текстом побудительным, с другими материалами, но да, это нам говорит о том, что вообще, говоря, человек, значит, не чужд идеи, которые проповедовал Марцинкевич, да. Это же не все-таки не близкий его знакомый какой-то, например, там, Марцинкевич родился и жил в одном городе, а этот человек живет совсем в другом. Но он демонстрирует, что он, значит, вот, значит, разделяет эти идеи, что это для него кумир или важная фигура. Но на самом деле не только Марцинкевич, там еще целый ряд есть таких персонажей, которые были осуждены на пожизненное, например, заключение. Они погибли, значит, умерли при противодействии полиции, например. И, значит, их тоже поднимают на знамена лидеры мнений. Вот таким образом используют лидеров мнений. Сами ими не будучи, да, но... Ну, косвенно все равно... ...косвенно приобщаясь. Смотрите, есть вот тоже такой момент. В социальных сетях достаточно популярна теория, либо, можно сказать, наверное, что доказанная, так называемая фабрика троллей. Это когда определенного рода страницы в социальных сетях оставляют однотипные комментарии, формируя как раз общественное мнение. Вот как человеку не попасться на это, возможно, ложное общественное мнение, да, как сохранять свое мнение, когда ты можешь случайно попасть под влияние кого-то? Это очень сложный вопрос. Вот. И он, скорее, ко мне не как эксперту, да, эксперт не следует такие вещи. Как? Ну, наверное, сохраняя собственную критичность, понимая, что такие явления существуют, как их ни называй, фабрика троллей или конформизм, да, или какое-то сознательное такое, значит, создание общественного мнения, тогда, наверное, зная об этом, нужно все-таки думать своей головой, значит, анализировать то, что перед тобой есть и, значит, думать не просто соглашаться, потому что там много комментариев за, а думать, как ты сам относишься к этому материалу. Не вызывает ли у тебя что-то сомнений, например. Особенно, когда много комментариев за. Были ли такие прецеденты, что как раз в рамках экспертизы одобрением либо оправданием чего-либо считался лайк на комментарии? Ну, то есть, с точки зрения механики социальных сетей, лайк это именно кнопка одобрения. Нет. Поставить лайк, конечно, не будет, значит, одобрять, ну, в таком экспертном смысле. Репост другая история, да, репост, особенно с комментарием, если это комментарий одобрительный, выражающий позитивные отношения, то, конечно, совсем другая история. Просто поставить лайк, хотя вот есть соцсети, одноклассники, например, где поставил нравится, да, как там это... Класс. Класс, да, поставил класс, это репост публикации на своей странице, я так понимаю. В этом случае, да, когда человек понимает, что он репостит, здесь можно еще подумать, значит, может быть, содержаться будут одобрения, оправдания каких-либо действий. Ну, теперь давайте немножко поговорим о таких терминах, немножко, возможно, сухих именно из закона. Объясните их нам, что они означают, да, возбуждение вражды и розни. О чем конкретно идет речь, как можно возбудить вражду или рознь моим комментариям в социальных сетях? Для психолога диагностический комплекс возбуждения вражды и розни означает, что есть указания на некие группы, есть указания на наличие конфликтных отношений между этими группами, есть выражение негативного, враждебного, агрессивного отношения по отношению, направленного на, значит, чужую группу. Вот. И есть стремление, значит, сформировать враждебное, негативное, презрительное, какое-то другое негативное отношение к данной группе. Вот все это вместе дает представление о наличии их признака возбуждения вражды. Ну и когда мы говорим о группах, то речь идет только о защищаемых законом группах. К ним относятся, например, и группы, выделенные по национальному признаку, группы, выделенные по признаку происхождения, то есть мигранты, например, группы, выделенные по рельезному признаку. Ну, против атеистов пока вражду никто не возбуждал, я не сталкивался с этим. Но мусульмане, христиане, иудеи. Вот. И, значит, группы, выделенные по расовому или половому признаку. По-половому тоже пока не встречалось, но теоретически возможно. Дальше речь может идти о социальных группах, но по поводу социальных групп ученых нет между собой согласия. То есть однозначно нельзя сказать, что является социальной группой, а что нет. Вот поэтому, например, представители органов власти не будут являться социальной группой и не являются законом защищаемой группой. Окей, а вот унижение какой-либо группы лиц по интересам в теории, если я как-то негативно выскажусь, например, про группу, не знаю, рукодельниц. Ну то же самое. То есть рукодельница, не защищаемая законом группа. Защищаемые законом группы будут те же самые. Некто X был доведен до суицида и обнаруживается комментарий человека Y под всеми его фотографиями с негативным окрасом. Давайте так. Некто не был доведен до суицида, а покончил с собой. Покончил с собой. Покончил с собой, да. И известно, что есть кто-то, кто делал комментарии или, вот с комментариями, не припомню случаев в нашей практике, а вот вёл с ним переписку, да, вёл с ним переписку, отправлял ему какие-то картинки, видео. Или даже, например, это может быть какой-то паблик, где ни с кем конкретно переписку не ведут, но постоянно на стене публикуют некий материал. В этом случае тоже будет речь идти о признаках побуждения, каким-либо действием, в том числе, значит, к самоубийству, к лишению себя жизни. Или бывает там информация, которая направлена на формирование готовности причинить себе вред. Не обязательно самоубийство, да, нанести себе порезы. Здесь важно следующее. Признаки побуждения, да, действительно, опять же, есть ли указание на действие, которое должен совершить потерпевший. Есть ли выражение положительного отношения к этому действию или указание на то, что они необходимы, не просто положительное отношение, что это обязательно нужно сделать. Есть ли психологические приёмы воздействия, ну, например, шантаж, может быть, или угрозы. Вот, и, значит, есть ли направленность на формирование готовности к совершению этих действий. Был случай, когда было совершено самоубийство, была переписка, значит, вот, человек, который это самоубийство совершил с неким лицом, да, вот, и там действительно, там, кстати говоря, не шла речь о самоубийстве, да, или, там, членовредительстве, но шла речь об отправке интимных фото. Родственники потерпевшего как-то очень хотели развить эту тему, вот, и, значит, им, как-то хотелось, чтобы, ну, вот, человек, который вел переписку, его обвинили в, значит, доведении до самоубийства. Вот, но когда провели психологическую и психолого-гингвистическую экспертизу, то есть там были не только, не только переписка была, а были все материалы дела, включая посмертную, значит, посмертное послание, которое, значит, погибший человек оставил своим близким. И когда мы все это дело сопоставили, стало понятно, что причины, то есть он проговаривает причины в послании, они никак не связаны с этой перепиской. Переписка была мерзкой, очень неприятной, там, действительно, этого молодого человека нашли, который писал, и он признался, там, объяснил, почему он это делал, но фото он не получил, и, значит, вот, адресат этих посланий достаточно серьезный отпор давал этому молодому человеку, то есть, ну, значит, он и своего не получил, чего хотел, да, и плюс к тому, в общем-то, односторонне прекратили переписку. Ну, и на основании этого, конечно, следствие уже может приходить к выводу, что признаков доведения до самоубийства нет, да, переписка такая имела место, но она не повлияла на действия, значит, суициденты. А часто ли приходится анализировать, как это назвали, посмертное послание, или более, наверное, выражение, закрепленное в журналистском кругу, предсмертная записка, часто ли приходится их анализировать и сопоставлять с переписками? Ну, периодически приходится. Различные послания, почему их так называют, да, потому что это не только записки, потому что формы их может быть разные. Нет, понятно. Аудиозаписи, видеозаписи, записки. Периодически приходится. Хорошо, когда такая возможность есть, да, потому что это дополнительная информация о человеке, который совершил суицид. Вот, поскольку, ну, вот, Фарид Суфьянович Сафуанов, один из самых известных экспертов в России, значит, сотрудник Института Сербского, центра Сербского сейчас, он говорит о том, что это самый сложный вид экспертизы. Вот, посмертная. Ну, почему? Потому что нет человека, да, мы можем о нем судить только по косвенным источникам информации. Вот, и чем больше мы их соберем, тем полнее будет картина. Но она никогда не будет максимально полной. Поскольку, конечно, лучше было бы, если мы могли с ним поговорить, обследовать его, и тогда сделать выводы о том, что он за личность, какие состояния он испытывает, здесь мы по крупицам собираем то, что можем. А что вот там тоже анализируется? Какие-то, опять-таки, побуждения, либо слова человека, где он прямо указывает на то, что стало обстоятельством его такого решения? Ну, побуждения там быть не может. Иногда исследователи такую ошибку допускают, да, говорит, может быть, там побуждение есть. Человек не может побуждать кого-то к самоубийству в предсмертной записке, или себя не может побуждать, да, это нонсенс. Нет, я имею в виду указывать виновных, кто его побудил к этому. Такого не встречалось нам, чтобы кого-то называли. Скорее, это для нас источник информации о обстоятельствах его жизни, вот, и о его состоянии в момент предшествовавшей смерти. Понятно, что не один источник, будем опираться и на, например, медицинскую документацию, страдал ли он каким-либо заболеванием, какие данные об этом есть за последнее время. И показания важные будут знавших его людей, как менялось его поведение в последнее время, говорил ли он о чем-нибудь, о желании своем покончить с собой. Но предсмертная записка – один из важных источников, где мы можем понять вот из первых рук, что же с ним происходило и как он об этом отзывается. В том числе и о том, что подтолкнуло его к такому решению. Некоторые причины, по крайней мере, могут быть там раскрыты. Если честно, немножко холодок по спине пробежал. Давайте сменим тему. Поговорим еще о таком большом, опять-таки, непаханном поле. Это уголовные дела по взяткам. Приходилось ли анализировать вот здесь переписки, приходилось ли здесь анализировать аудиосообщения в определенного рода мессенджерах, да? Да, такое тоже было. Было ли подобное? Да, бывало. Это обычно какие-то записи общения между несколькими людьми, взяткодателем и получателем. Вот это, ну, скорее, не припомню сейчас переписок, а скорее, например, разговоры, телефонные разговоры, либо запись на диктофон со стороны одного из них, да? Процесс взаимодействия, что, кто кому говорит. Ну, и здесь тоже могут обнаруживаться признаки побуждения к получению денежных средств, либо к их передаче. Либо не обнаруживаться, да? Может быть и так, что в действительности человек ничего такого не говорил, а противоположная сторона хочет только доказать, что на самом деле он был виновен. Такой тоже бывает. Смотрите, интересный кейс из недавнего. По-моему, о нем не говорили в средствах массовой информации, только ленивые. Это переписка по поводу фургона в одном из мессенджеров. В общем, заказчик заказал фургон, ему посчитали одну стоимость. В ответ на это заказчик прислал смайлик с пальцем вверх, который как раз мнением эксперта был признан знаком одобрения того, что его все устраивает в условиях. А когда дошли до подписания ДКП, там, в общем, появились и желания разорвать этот контракт, и, соответственно, неустойкая штрафная санкция. Вот насколько часто приходится работать именно не с текстологией даже, а с подобными смайликами? Это явно не к лингвистам вопрос, это именно вопрос к вам. Ну, с подобным никогда не приходилось работать. Да, я про эту историю тоже читал. Вот она такая забавная. Не совсем понятно только, если они заключают договор, то искать можно все, что угодно. Но смайлик, это примерно как если бы мы с вами разговаривали. Видите, ну, вас устраивает такое-то время записи, например? Говорят, ну да, меня устраивает. А потом мы с вами созваниваемся, я говорю, вы знаете, что меня не устраивает это время. Что вы можете сделать с этим? Подать на меня в суд, сказать, что я не прав, я написал вам, что... Поэтому я и не понимаю претензий той стороны, знак одобрения. Ну, люди сейчас часто используют смайлики. И если они сопровождаются каким-то текстом, то, конечно, они могут как бы усиливать текст, да, давать эмоциональный оттенок текстов. Ну, например, посягатели в переписках тех самых с детьми достаточно часто используют и сердечки, комплименты, называя принцессами, красавицами. Вот. И, значит, отправляют смайлики с сердечками в виде поцелуя или сердечко «я люблю тебя». Ну, конечно, это такой фон создается, да, эмоциональный фон. Но сам по себе смайлик анализировать невозможно, я считаю. Ну, остался у нас такой большой, незатронутый блок, который тоже хочется немножко обсудить. Это дискредитация действий ВСРФ, это побуждение к противодействию власти и действиям вооруженных сил Российской Федерации, да. И в первую очередь поговорим, наверное, об анализе творчества музыкальных исполнителей. Есть, давайте без конкретики, кому надо, тот поймет, о ком идет речь. Есть прекрасная ростовская рэп-группа, у которых была композиция, которая называлась «Выходи гулять». В припеве звучало «Выходи гулять», «Выходи гулять со мной». И, в общем-то, эта фраза была зациклена. Вопрос в том, когда этот альбом был опубликован, как раз перед большими митингами. Приходилось ли анализировать какое-то творчество и насколько подобная фраза может считаться как раз-таки призывом к противоправным действиям? Ну вот я немножко опасался, что вы меня втянете в эту историю. Тут, смотрите, какая вещь неблагодарная. Экспертиза предполагает исследование, причем оно психолого-лингвистическое. То есть обязательно участвует лингвист, который описывает, что говорится. В том числе лингвисты такую фразу любят, не очень мне понятно, но они любят так говорить. Перевод с русского на русский. Они прописывают маркеры, в том числе различные эмоциональные, с точки зрения лингвистики, и речевую цель обозначают. И, по сути, после этого вступает в работу психолог. Я рассказал, что он делает. И поэтому, когда следователи звонят и говорят, слушайте, у нас тут фраза есть, я вам сейчас ее скажу. Это криминал или не криминал? Признаки будут? Мы не знаем. Мы не знаем, будут или нет признаки. С песнями, с таким творчеством глобальным, тоже сложно. Почему? Потому что это песня. То есть это большой текст, где есть некоторые слова. Конечно, важно, когда эта песня вышла. Но вот если мы сейчас формально подойдем, то никаких побуждений к каким-то конкретным действиям, кроме как выйти гулять. Да, выйти на улицу. Возможно, ко всем. В большом количестве выйти на улицу. Больше ничего нет. Чего он имеет в виду, мы не можем сказать. Потому что это содержание сознания автора. На что он намекает, но это намек. Значит, здесь... Ну, по крайней мере, я пока не услышал никаких еще указаний на то, на что можно намекнуть, как еще дать понять, что же будет происходить. Понятно, что выходи гулять, учитывая контекст. Контекст, нас будет много, выходите гулять. Выходите с нами. Что это, для чего? Поэтому я бы не рисковал делать однозначные выводы, тем более положительные. Да, действительно, вырывать из контекста и анализировать нельзя. И в качестве объекта предоставлять вырванный из контекста кусок нельзя. То есть, смотрите, опять на простом примере, чтобы тоже было понятно зрителям, вот эта же фраза, выходи гулять, выходи гулять со мной, она уже обретет абсолютно иной смысл для эксперта в том случае, если будет какой-то видеоряд, где показываются противоправные действия. То есть, это уже будет восприниматься по-другому, да? Конечно. Все то личное, что существует в личном пространстве, оно сразу же становится публичным. Мне кажется, что многие люди очень наивно предполагают, что их личная страница в социальной сети является их личным пространством. Хранилищем фотографий, хранилищем музыки. Хранилищем фотографии, да, как фотоальбом, примерно. Но это далеко не так. Вот интернет, как и соцсети, публичное пространство. Соответственно, все действия, которые вы там выполняете, размещаете какие-то публикации, значит, они размещаются в публичном пространстве. И в том числе могут рассматриваться как противозаконные действия. Это не действия в вашей любимой комнате, да, там или на кухне. Ну что, друзья, вот такая вот у нас увлекательная выдалась беседа. Благодарим эксперта за его такое мнение, за просвещение нас с вами. Ну и давайте все-таки понимать, что цифровая гигиена, это очень важно. Следите за тем, что вы публикуете в социальных сетях. Следите за тем, что вы комментируете в социальных сетях. И несмотря на то, что за это вроде бы как нет наказания, все равно следите за тем, что вы лайкаете в социальных сетях. На этом все. Напоминаю, в гостях у нас был Эльдар Абитов, клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Казанского федерального университета. Старший государственный судебный эксперт Средневолжского регионального центра судебной экспертизы Минюста России, член Федерации психологов-консультантов России. Еще раз, Ильдар, огромное спасибо. Спасибо вам за приглашение. Спасибо.